Всем привет! С вами Олег. Мы сегодня обсудим новую камеру, которую выкатила компания Sony и которая до сих пор не продается. То есть я заходил на сайт Sony, каждый день захожу, а она до сих пор не продается. Камера называется Sony A7C. А7C, по-моему, она называется. Суть в том, что это беззеркальная компактная камера от Sony, которая практически лишена недостатков. То есть, во-первых, они сделали, наконец, поворотный экран. То есть это нужно для тех, кто снимает, допустим, сам себя. Во-вторых, они туда засунули большую батарейку. Камера сама по себе компактная. У нее нормально сбоку находится слот под карту памяти. То есть по-нормальному. То есть это не как в любительских Sony 6400, Sony 6600. А уже ближе к профессиональному какому-то сегменту. И у нее идет компактный объектив. То есть они добились того, что камера, несмотря на то, что это полный кадр, она маленькая. Так, вот эта камера, которую на самом деле стоит рассматривать в покупке в 2021 году или в конце 2020 года, если она наконец-то все-таки когда-нибудь появится в продаже. Пока что мы ценник в России не видели. Вот. И чем она примечательна? Ну, во-первых, полный кадр. То есть размытие фона, все как вы любите. Здесь будет. Во-вторых, здесь будет возможность получать полный автофокус. То есть, вы знаете, у меня были камеры Canon с плохим автофокусом. Были камеры Canon с нормальным автофокусом. И был Panasonic G7 с плохим автофокусом. С ужасным автофокусом. Кто бы что ни говорил. Ну, так вот, автофокус для съемки видео, ну, я не знаю, в 2020-2021 году, наверное, это must-have. Да, Gash 5, да, Panasonic Gash 5, он может, допустим, снимать там потрясающее качество картинки, да. То есть, такая телевизионная картинка, такая неплохая получаются, интересные цвета, все такое. Panasonic, все дела, эргономика. Но автофокуса нету. И все камеры Panasonic, которые выходят, автофокуса у них нету. И это очень-очень-очень печально. Потому что, честно говоря, Panasonic, если бы у них, блин, был нормальный автофокус в видео, то это, конечно, был бы какой-то индустриальный стандарт. Но нет, там автофокуса не было, и нет, и, похоже, я не знаю, будет, не будет, даже не знаю, когда уже от них ждать этого всего. Что касается Canon, то вот там, где есть Dual Pixel, в новых камерах, где есть Dual Pixel, там автофокус действительно хороший. То есть, к чему это приводит? То есть, ты начинаешь снимать, и ты уже не задумываешься про этот автофокус. Если света хватает, он цепко хватает в лицо, и все, никаких проблем вообще нету. Вот. Говорят, что в Sony, вот в этой Sony A7C, там с автофокусом проблем нету. То есть, там полностью оно хватает в лицо, и не выпускает его из фокуса. И там, говорят, оно сделано даже лучше, чем в Sony A7 III. То есть, камера очень хороша. То есть, наконец-то они сделали нормальный поворотный экран. То есть, вот это первая претензия к Sony всегда была. Вторая, они сделали и автофокус нормальный. И третья, они сделали полный кадр, компактный. Ну, я не знаю, то есть, идеальная камера наконец-то вышла, что ли, получается. То есть, вообще-то, давно уже ждали от Sony такого. То есть, допустим, предыдущие все модели от Sony, они были какие-то компромиссные. То есть, Sony 6400, экранчик поднимался кверху. Он был поворотный, но он поднимался кверху. Очень спорное решение, я бы сказал. Потом Sony 6600, экранчик тоже, по-моему, кверху поворачивался. И там тоже снизу, там, слот под карту памяти, под аккумуляторный отсек. Это все ставилось. Все это, как бы, наводило на мысль, что это, наверное, не самая лучшая камера. Очень спорно все по эргономике, по дизайну. Вот. И цена, конечно, кусается. То есть, Sony 6400, Sony 6600. Я уже было думал купить Sony 6400, но они на 20 тысяч подорожали. Очень дорого стало. Ну и не сенсорный экран, конечно, тоже печально. Вот. Ну и вот сейчас вот самая, наверное, интересная камера Sony A7C. Я записывал этот ролик. Я хотел бы у вас узнать, кто-нибудь уже пробовал эту камеру. Был ли какой-то опыт насчет нее, и что вы об этом думаете. Мне вот очень интересно послушать мнение сообщества по этому поводу. Мне кажется, это очень интересная камера, и стоит ее в ближайшем какой-то перспективе рассмотреть. Есть две версии. Есть полностью черная, и есть какая-то стилизованная под старые камеры, там, с серебристым верхом. Там два варианта. Я попробую скриншоты поставить, чтобы вам было видно на экранах. Ну, в общем и целом, наконец-то увидели интересную какую-то новинку. И плюс там здоровый аккумулятор. То есть, по идее, у камеры нету лимита в 30 минут. То есть, она пишет видео там больше 30 минут. В отличие от Canon M50, например, да, у меня снимают по 30 минут. И иногда я снимаю ролик на основной канал, и неудобно, когда вот прерывается поперек от ролика. То есть, в 30 минут отсечка, и она прерывает запись. Это очень неудобно, поэтому, когда берете какой-то фотоаппарат для снимки видео, например, на Sony G80, она снимает больше 30 минут, по-моему, если не ошибаюсь. Здесь тоже Sony A7C тоже может снимать без лимита. Получается, это практически видеокамера с полным кадром в формофакторе фотоаппарата. Очень здорово, на мой взгляд. По поводу ISO, там предельное ISO 5000, 50 тысяч с чем-то. Ну, конечно, не как Sony A7 IIIS, но она здесь, короче говоря, достаточно большой разбег ISO. Ну и, в принципе, в реальной практике редко требуется так сильно задирать это значение. Единственный минус такой вот у китового объектива, то, что там на широком угле диафрагма идет 4. То есть, объектив темноват, то есть, по-любому, если берете эту камеру, нужно будет подумать про светосильную оптику. Ну, я так думаю, мне так кажется. А в целом, почти идеальная камера за, видимо, разумный какой-то бюджет. Пока что тоже непонятно, сколько она будет в итоге стоить с нынешним курсом доллара. Посмотрим в ближайшее время. Ну, в общем, вы поняли, жду ваши комментарии. Очень интересно обсудить, лучшая ли эта камера для видеоблогов и для любительского видео в 2020-2021 году. Стоит ли рассматривать ее или же полнокадровые новые камеры от Canon, которые славны сейчас своим перегревом. Что вообще вы думаете на этот счет? Я вот специально записал этот ролик, чтобы вот именно закинуть эту тему. Для обсуждения я буду с радостью ждать ваши комментарии. На сегодня все. Всем жму руку. Предлагайте темы для новых роликов. Посмотрим, может быть, что-то тоже снимем. Всем до встречи и пока!